Я приветствую всех еще раз. Наконец-то собрались. Привет. Мы сегодня собрались по причине того, что у нас с 1 февраля начинается пятый поток. И мы хотели бы, чтобы вы рассказали о своем опыте после обучения. Кто помнит, как шло обучение, в основном четвертый поток для пятого потока, какие советы есть. И меня еще интересует вопрос, ваша жизнь после обучения. Мы все все равно находимся в одной группе, мы никогда не прощаемся, не расстаемся, общаемся регулярно. Поэтому просто будет интересно наверняка новым ученикам, как все это происходит. Именно эти вопросы, как для четвертого потока, как прошло обучение, как вы сейчас, на каком этапе вы находитесь, чему научились, как практикуете. И в процессе разговора, если возникнут какие-то вопросы, я еще спрошу. Вы также можете от себя дополнять, кто хочет, если есть какие-то пожелания. Ну, давайте с четвертого потока и начнем. Вот, Андрей, четвертый поток. Расскажи, как у тебя было. Ну, ты нам отзыв давал уже, в принципе, можно послушать. Потому что, Андрей, расскажи, как твоя жизнь именно после обучения идет? Ну, сейчас катастрофически стало мало времени. Это вот действительно. Сейчас, пока я это все начал канал делать, сейчас идет маркетингом занимаюсь, скажем так, изучая его, как сайт делать, как продвигать его, как на YouTube продвигать видео. Я, в общем, все сейчас это изучаю, у меня просто сейчас свободного времени его просто нету. Сейчас еще эти нападения, постоянно чистимся, проверяемся. Ну, в общем, жизнь начала приключения, бить ключом, скажем так. Отлично. Вот. Ну, в принципе, просто сейчас, как это сказать можно даже, сейчас оно такое, более уже такое развитие пошло именно, скажем так, глобально именно уже и себя как-то ты улучшаешь, прокачиваешь там ясновидение, яснознание, яснослышание, и как-то уже начинаешь даже думать, как-то продвигаться, еще что-то делать. Ну, это развитие, оно, короче, еще начало быстрее как-то ускоряться, но времени катастрофически стало очень мало. Ну, это активный процесс, он никогда не заканчивается. Ну, да. Вот так вот. Игорь упал. Это активный. Это активный. Грей. Грей. Понятно, значит, все нормально. Виктория, как у тебя? Ну, наконец-то я подключилась нормально. Всех приветствую. Привет, Виктория. У меня все замечательно. Я очень рада, что мы сегодня все тут собрались. Ну, не все, кто смог прийти. Сейчас еще Валерий придет скоро. В эти предпраздничные дни. Ну, кто не придет, давай, рассказывай, как у тебя. Ну, все замечательно. Работаем. Грей, 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 с Греем у нас отдельные разговоры. Два раза предупреждения, третий раз отправляем на растворение. Все, хватит. Надо себя заставлять уважать, иначе никак в этом мире. Потому что уже они очень сильно начали меня тут портить жить, и к детям подключаются также, и через них хотят меня как бы отвлечь от всего этого. Ну, ты это все находишь и убираешь? Да, конечно. Когда знаешь и умеешь. Работаем, работаем с Оксаной, работаем с Андреем. Утром с Оксаной, вечером с Андреем. Ну, вот так вот, в общем. Практикуетесь двумя парами, да? Да. То есть практически, да, ну, хорошо, отлично, молодцы. Оксана не перейдет. А она приболела. Она даже, я как-то заметил, и безопаснее немножко. Вот сейчас, пока мы на начальном пути втроем, хоть здесь как-то проверяем друг друга. То есть там Оксана подключается, как-то там проверимся друг друга, чисто или нет. Мы там ее проверяем потом. Ну, и вот так мы комбинируем постоянно. Мы как бы вот такой тройник у нас, и вот между собой так и работаем. Ну, у нас есть пара, которые работают, и у них отлично получается. Ну, все-таки я в надежде того, что, может быть, когда-нибудь тоже будет такой же одинокий партнер, и они, ну, встретятся, возможно. Ну, хочу, чтобы у нее тоже был партнер. Будет, конечно, было бы желание, надо спрашивать. Она очень такой достойный слипер, и, ну, развивается так хорошо. Ну, Оксана действительно очень хорошо видит. У нее так очень хорошо пошло вот это вот. Ну, вот смотрю ее записи, которые они там с Викторией присылают, как они общаются, ну, очень так достойно, так хорошо она видит. У нее были свои проблемы на начальном этапе, все их убрали, как помните. Нерешительность была, комплексы были, все это проработали, все убрали, открылись информационные каналы. Один из них – это ясновидение, которым вы сейчас пользуетесь, работаете с этими инструментами, они вам в работе помогают. Виталий, как у тебя? Да, у меня все хорошо. Ну, жизнь кардинально поменялась, потому что появилось занятие, которое, ну, как я уже говорил, очень важное для меня. Мы с Марией старались три раза в неделю... Погружаться. Погружаться, да, погружаться. И в течение полутора месяцев постоянно там снимали с себя кого-то, отправляли в МГП. Но вот эти последние события, они, конечно, сыграли свою роль. Где-то недели-полторы мы не погружались. Сейчас Марию почистили, потом меня почистят. И начнем постепенно погружаться. Ну, это временные такие трудности. Нападение будет всегда, особенно на нас. Если ты уже пришел в эту сферу, в эту работу, то тебе надо будет себя показать, кто ты, чтобы занять свое место здесь. Ни один гуманоид, ни один ящер или рептилоид не будет рад вашему присутствию, как и демоны, так как вы их видите, для них это самое страшное. Кроме того, что вы их видите, вы можете на них воздействовать. И добиваться того, что вы хотите, так как у вас намного больше сил и знаний в этом отношении. Да. Что касается погружения, то с каждым разом все лучше и лучше. И мы уже в последнее время, если не считать того, что, допустим, мы работали в голограмме, как получилось, то само проведение чисток, уже не было таких ситуаций, чтобы мы не знали, что делать. Там и на магии были ситуации, и на сущностями разными. Вот. И все было хорошо. Но еще раз хочу отметить благодарность коллегам за то, что подметили, потому что сложно, когда нет опыта, заметить вот такое отклонение, потому что сейчас пока слабая интуиция, слабая, не вовремя похватываешься, когда кто-то уже что-то зацепил тебя. Вот. И вот эта эйфория... Это нормальный процесс, это опыт. А как ты собираешься учиться без ошибок? Да, да, да. На самом деле, да. И вот эта эйфория, когда ты уже начинаешь понимать, что у тебя получается, что ты уже все вроде бы можешь, и вот она немножко начинает захлестывать, скажем так. Ну, по крайней мере, про себя говорю, да? Мешать. Мешать, да. И мешать интуиции, как бы вот следить за вот этими всеми возможными изменениями, которые могут быть. Для того, чтобы быть чистым, надо иметь чистые мысли. Что внутри, то есть снаружи. Вот и весь принцип. Мы отгоняем от себя всегда всякую любую похвалу и так далее, только в минимальных дозах, потому что от похвалы до гордыни два шага. Где есть гордыня, там открываются двери для сущностей. И они себя не заставят знать, долго ждать, потому что они видят ваши мысли, слышат их, в отличие от вас. И, соответственно, надо внутри быть чистым, и у тебя не будет проблем. Да, и дальнейшее намерение продолжать в этом направлении. Вот с января уже больше времени буду этому уделять, потому что перехожу на свободное плавание и буду заниматься теми вещами, которые меня интересуют и мне по душе, скажем так. Хорошо. Это дунный регрессивный гипноз, именно этим буду заниматься, потому что работая где-то еще, я понял, что не сильно, очень сложно, когда ты приходишь вечером, куда-то погружаться еще. Сложно. А сейчас побольше времени будет, я думаю, что будем развиваться в этом направлении. Более такими большими шагами. Отлично. Молодцы. Это четвертый поток был. Вилма, четвертый поток. Как у тебя, расскажи. Все хорошо. У нас с Аруносом, мы пришли как пара с вызовом. Первая пара из Литвы. Да, у нас был такой вызов из-за языка, да, потому что русский не родной наш язык. Благодаря Юле я решила, что я смогу. И получилось у тебя, в конце концов, отлично. Да, и так работаем с Аруносом. Мне очень хорошо с ним работать. Он выбрал роль гипнолога, потому что у меня интуиция сильнее и ясновидение просто. Круче. Да, ну так и работаем с ним. Ну и отлично. А в жизни очень мало времени, потому что еще работаем на этом заводе. Ну, есть земная жизнь, ее тоже надо как-то решать. Ну, со временем, думаю, что мы решим. И он мне велел поучаствовать сегодня здесь. Правильно сделал. Как директор. Как директор, да. Ребята, я хотела еще спросить по поводу работы. И все работаете, есть клиенты, да, после обучения? Сколько здесь месяцев прошло? Ну, лично у нас... Сколько прошло? Ну, месяц уже прошел. Больше? Чуть побольше. У четвертого потока. Мы кончили когда? Есть работы, да, у всех? Ну, да, в ноябре месяц, да. Да, месяц уже после практики. В ноябре была практика, в октябре начали. Месяц практики. Вот сейчас первый месяц, когда вы сами работаете. Как у вас работа есть? Я потому что слышу, вы все погружаетесь прямо 3-4 раза в неделю. Но это, можно сказать, полноценная работа для нас. Ну, сначала мы почистим своих родных, своих друзей. И на их нападает, особенно на близких людей, которые рядом, да, и нам очень дороги. На их очень нападает. И на нас нападает. Почистили, опять чистим, опять смотрим. Ничего, это когда-то закончится, когда по достижению определенного этапа, когда вы им дадите понять, что вот досюда и не дальше. Да. А что делать, вы знаете, я не буду здесь рассказывать. Но они не остановят нас. Ничего, нас тоже не оставляют в покое с верой. Так что мы просто относимся к этому совсем по-другому. То есть даже, ну, сегодня чистый, как хорошо. И слава богу. Ну, попытки у них бывают, безусловно, да. Но на нас начинают испытывать, а потом переходят к вам. То есть то, что вы сейчас проходите, мы уже проходили. Это наша работа. Здесь ничего не сделаешь, потому что назвался грузчиком «Полезай в кузов». И все. Соответственно, ты будешь с этой матерьей иметь дело. Спокойно воспринимайте. Здесь ничего такого страшного нет. Хорошо. Игорь, как у тебя? Да. Так же самое, как и у вас. Ничего нового. Сегодня чистый, слава богу. Ну и хорошо. Тут тоже нападают. Работаем потихонечку. Вы хоть этот процесс можете контролировать, этот процесс. Вы можете, соответственно, сами решить, вытащить, наказать, сдать межгалактическую полицию, кого нужно сдать. Соответственно, у вас идет и опыт. Клиенты идут. Работаете по клиентам. Ну да, потихонечку идут по мере, скажем так, наших сил поступают. Хорошо. Мы под этим видео еще сделаем скидки, ссылки на те каналы, которые сейчас активно работают. И у них есть на YouTube каналы. Пришлете потом мне свои ссылочки, а я их поставлю под этим видео, чтобы люди могли на вас подписаться, смотреть, как вы работаете. Значит, все здесь нормально. Хорошо. Валерия появилась. Приветствуем тебя, звук включая. Приветствую. Да, таки дошла. Дошла, дошла. С работы сразу. А, ты работала сильно, да. Ну, рассказывай, как твои успехи. Мои успехи. Отлично. Борюсь. Молодец. Прогресс есть. Живая, все нормально. Ну и все. Прогресс есть. Да. Да, есть. Рост есть. Есть. Новые знания. Знания тоже есть, рост есть. И, слава Богу, наконец-то свет пошел тот, который нужен. Это и есть тот процесс, в котором мы находимся. Только как и у всех, так и у нас. Хорошо, друзья, кто еще хочет о себе рассказать? Влад, Владислав? На яхте или где-то? Работаем. Да, работаем. Да, да, на Гуа всегда хотел на Гуа и до сих пор хочу, но пока так. Да, работаем потихонечку. Как-то прямо сейчас не могу сказать, что есть клиенты, но без работы все равно не остаемся. То проверки, то проверки старых клиентов, то кто-то новый появляется, то себя чистим. Нападают, отбиваемся. Та же история. Сегодня чистые и, слава Богу, завтра будет завтра. Уровень повышается, растет. Каждый раз постоянно какие-то новые приключения, новые подходы не оставляют нас без раздумий, скажем так. Скучать не дают. Работы. Скучать точно не дают. Весело, нормально. Хорошо, у тебя же тоже есть канал на YouTube. Любе, мы тоже сделаем ссылочку под этим, под нашим видео. Да, благодарю. Люба. Я благодарю. Ну давай, ты благодаришь. С кем ты работаешь? Ты же будешь с Владом работать. С Владом, да, я тоже благодарю. Вот. Я не буду повторяться, но я хочу сказать, что я изучала тему экзорцистов. Вот, и хочу сказать, насколько уникальная школа Арго, насколько Влад и Вера, вы крутые, что вы ее создали. Просто таких аналогов нет. Есть разные люди, но когда начинаешь узнавать подробнее, каким образом они чистят человека, что используют, какие методы. Чуть дальше микрофон, чуть дальше микрофон, у тебя очень звонкий голос. Да, хорошо. Прошу прощения. Вот, и просто всегда где-нибудь попадается какая-нибудь чушь. Вот, и я горжусь тем, что я выучилась именно у вас, и что мы работаем по вашей методике. А как чушь различаешь? Это не чушь. Ну, все равно вот что-нибудь скажут, то сущности какие-то называют, которых не существует, то еще что-то в этом роде. И все равно, да, 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 да. Благодарим тебя, Люба. Мы, наверное, Влад, сами не знаем, что мы открыли, до сих пор не понимаем до конца. У каждого своя. Делаем это от всего сердца. Каждый пришел со своим багажом знаний, соответственно, каждый начинает со своего уровня. Эти знания открывают возможности для любого из вас. Кто выше, чуть больше знает, для того чуть больше, кто меньше, тот получает свою информацию, которая для него дозирована. Во всяком случае, у вас нет никакого лимита, у вас есть полный допуск ко всем энергиям, ко всем артефактам, все, что вам необходимо для работы. И, соответственно, у вас есть тот, кому можно задать вопросы, как здесь, на Земле, так и на тех уровнях, на которых вы работаете. Было бы желание и намерение. Абсолютно верно, Стас, так и есть. Да, и эти ответы и бесценны туда сверху, они просто бесценны, да, эти ответы и советы. И вся эта работа. Да, и назад... Главное поверить. И назад пути уже нет. У нас с Владом был перерыв, когда мы не работали. А что-то грустно. И в этот момент мы научились работать каждый сам. Там просто мы упускали... Я знаю, что Влад и Вера всегда говорили, чтобы мы работали еще в самопогружении, сами собой. Но мы упускали такой момент, да, и когда вот мы не работали, мы научились. И это просто круто. Тоже хочу сказать. Да. Я могу рассказать немножко, как я ошибку допустил небольшую. Рассказываю. В общем, с женой что-то сидели, обсуждали сестру ее, родную. Мы ее тоже чистили. Она говорит, такое ощущение, как будто к ней кто-то подцелился. Я говорю, слушай, ну давай сделаем так. Ты меня сейчас в гипноз погрузишь, я ее сам сейчас проверю. Что там проверить, то пять минут ее, да и все. Комнату построю, там объяснил, где я какие, дал текст читать. Ну и все. И меня она поднимает, я как бы поднимаюсь там уже в этот поток абсолюта. Уже строю там комнату. И приходит куратор Константин. И он меня просто вылиняет. Он влетает. Он влетает в комнату. Я думаю, он, не он. Я давай по комнате бегать, а он за мной носится. Ну он, естественно, меня догнал. И говорит, ты что тут делаешь, нельзя одному. Уходи отсюда, бегом. И все. Я говорю жене, все, возвращай меня обратно, меня выгоняют. Ну и все. Жена сидит, говорит, а я как чувствовал. Я сижу и чувствую, что что-то сейчас произойдет. Ну и она все, и возвращает меня обратно, короче. Правильно он сказал. Правильно он сказал. Во-первых, это очень рискованно. Очень рискованно. Одному, да. Техники-то все работают, и слова работают. У жены же допуска нету туда, к этим знаниям. А я один поднимался. Я один поднимался, не с женой. Она команда давала просто. Она просто давала команды мне, и все. Это то же самое, да. Это непросто. У жены допуска нет, к этим знаниям. Это изначально неправильно. Будьте осторожны. В самогипнозе вы работаете на одном уровне. При погружении вы работаете на другом уровне. Четыре пар глаз лучше, чем две. Соответственно, кроме того, вы понимаете, инь и янь. Один инь ничего не решит, как и один янь ничего не решит. Только вдвоем вы являетесь силой. Именно то, чего боятся. По сути, по одному вас достать сущностям в Астрале будет намного легче, если, так сказать, опыта пока мало, а ты только недавно закончил четвертый. Я это все прекрасно понимаю. Но зато побегал с Константином. Еще что с Константином побегал, а не энергию получил. И что самое интересное, когда после этого на сеанс был, а я чувствовала, что он погружался. Думаю, то ли с Виталием погружался. И спрашиваю у него. Я говорю, а ты что, с Виталием тут недавно погружался? Он такой, да нет, тут такая история была у меня. И давай рассказывать. А я прямо вот у меня вот чувствовала, чуйка такая, ну вот он как будто, ну, туда он. Ну, связаны между собой у вас один. Там был, в общем, без меня, в общем, да. Один без меня был. Даже елочки у обоих стоят. Да. Ну, это жена больше мастерит. Вы связаны по-любому между собой. У вас этот канал, он и держит, когда вы работаете, и даже после работы. Ну вот. Теперь будем знать. Да, то, что связано, это точно. По идее, вы можете телепатически между собой общаться. А мне Влад приходил, боксерскую грушу бил. Мы проводили эксперимент. Он говорит, сейчас я отправлю тонкую копию к тебе. Ну, вообще, нормальные люди называют это полтергейстом. Я говорю, ну ты пришел, говорю, у меня боксерская груша качается. Она очень тяжелая. Ничего себе. Качатель груш. Потом, когда работали, проверили, да, тонкая копия сказала, говорит, ты же отправил ее, говорит, и там пометелил немножко в боксерскую грушу. А однажды в самопогружении я тоже вижу, что Влад приходил. Говорю, чего приходил. Просто вот как, ну, информация пришла, что рядом был Влад. Ну, это очень легко считывается именно у нас. Мы это знаем просто. Хорошо. Отлично. Кто еще не говорил? Кому еще слова не добавили? Лора, Лора, поздно уже. Ну, Лоречка, давай с тобой, да. Чем дальше, тем... Ну, я с Любой соглашусь, что метод сам по себе крутой наш, а те знания, что вы даете в этой школе, это, конечно, весь этот инструмент, это все очень круто на самом деле. И нет метода более точного, так скажем. Ну, конечно, если намерение есть на эту чистоту и точность, да, что ты хочешь получить именно ту правду, истину, что ты... И допуск к этим знаниям. Да, 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 конечно, если есть допуск, прежде всего, и потом, когда ты начинаешь в этом методе работать, обязательно намерение вот эту истину и правду, то есть не соглашаться внутри, работать голограмме, хочешь увидеть все, как есть, вот это самое главное. А сейчас же на этой теме очень много в интернете деятелей, да, нашей современности, которые непонятно где, с кем, что, и ведь они так же работают с тонкими телами, с душами, а на самом деле с кем они там связываются, Бог знает. У нас единственный такой положительный факт есть, к вам, к нам доходят только те души, которым только мы можем помочь. Нам не надо беспокоиться о других каналах, о их знаниях, эзотерика или чем бы они там ни занимались, человек не попадет на тот канал, если он достиг какого-то уровня. Если человек с теми знаниями приходит к вам, и вы снимаетесь с него, он может почувствовать облегчение, но он не осознает в той глубине, что произошло. Для каждого человека происходит свой опыт. Кому надо, попадает на один канал, кому не надо, кому надо, попадает на другой канал. Каждый выбирает именно ту информацию, которая у него резонирует. И все. Вы слышали последний у нас сеанс, где там сущность подцепилась как раз именно на один канал, вернее, там есть один канал в интернете, да, и они там рассказывают, что инопланетяне наши друзья дают медитации, поднимают людей, неготовых людей на уровень высшего я. Да, тысячи. Вы понимаете, до уровня. Тысячи людей. Тысячи людей. Вообще-то там десятки тысяч людей попробовали уже, да. Этот вариант, не понимая того, что они вообще не соединялись со своим высшим я, не общались с высшим я, вы знаете, вы поднимались туда. Нам нужно подниматься, лично подниматься. И подниматься в паре. Для начала. Потом можно уже одному подниматься, когда ты уже знаешь эти энергии, знаешь, как все выглядит. И тем не менее, все равно существует огромная опасность подключки. Вот эти люди, они неподготовлены, их поднимают, дают им текст, вводят их в какой-то легкий транс, и вот ты поднимаешься, там сидят ящеры с гуманоидами, выбирают себе по энергиям, кто им вкуснее. Если ты по этой наивности попал в эту ловушку, тебе будет очень трудно оттуда вылезти. Там конструкция моментальная идет сразу, там идет управление и мыслями, и телом, и все, всем. То есть это дорога в тупик. Но человек, каждый должен сам для себя решать, что ему выбирать. Один выбирает этот легкий путь, прося, о, космос, дай мне. И космос, ящер тоже космос, и гуманоид космос. И вот они приходят и говорят, ты же нас позвала. Иногда они даже помогают, чтобы это чудо закрепить, исцеляет одного-двух людей. Но вероятность такая, что 20% правды, а 80% ложь. Вот так работают эти каналы. Об этом нужно знать, и об этом нам сами сущности рассказывают. Точно так же, как и 70% регрессологов работают в голограмме. И уже практически работают над ними. Принцип точно такой же. Люди идут на лечение, получают новую подключку. Перестает болеть нога, но у тебя болит голова вместе с руками. Вот такая цена. Здесь каждый человек должен решать интуитивно и понимать, что ему поможет, что нет. Но опять-таки это зависит от индивидуального уровня развития. Вы сами сталкивались при работе с людьми, все люди разные. Я всегда рекомендую не брать тех, которые к вам приходят. Ну, я не верю в это, но вы там пошаманите, сделайте что-нибудь и так далее. Этому человеку вы никогда не поможете. Он ничего не изменит после сеанса. Нашим сеансом, нашими чистками мы даем возможность человеку, во-первых, стать чистыми, посмотреть на мир другими глазами и после этого регулярно себя заправлять энергиями, сбрасывать негатив, ставить себе активные защиты. И это каждый день. Влад, здесь надо отдать должное именно тебе, как нашему, так скажем, преподавателю, который всегда на это обращает внимание, на то, на что показываешь нам вектор. Мы наступали на эти грабли неоднократно, чтобы наших ошибок не повторяли. Ты твердой рукой просто, бывает даже иногда излишне, где-то там жестковато, но ведешь. А кому-то именно так и надо, немножко жестче. Но ты ведешь нас. Лара, просвятываешь. Или витая в облаках. И про себя, конечно. Или витая в облаках. Здесь только так. Мы работаем в такой материи, скажу, в таком измерении, что мы пересекаем время и пространство. Уровень высшего я, который вы пересекаете, это другое время и пространство. Это другое измерение совсем. Вот как вот этот канал, поднимающий 10 тысяч человек, обещает им, что они там общались с какими-то сущностями, мне до сих пор непонятно. Но есть такие парадоксы пока. Так далеко ходить не надо. Я могу про себя пример привести. Я просто какой-то темой эзотерической интересовался. Я даже не обучение не провел, просто интерес проявлял. И просто доверялся этой информации. Ну, как и загадывалось потом, я уже выяснил, это ерунда. Но я подцепил ящера. И он на мне конструкцию установил. И потом еще я на мне что-то там делал издевался. А ящера пытался из меня сделать. А я просто поинтересовался. Даже не обучался. Не платил за это деньги. Не покупал ничего. Ты проявил интерес. Но опять-таки какой интерес? Интерес мог быть праздным. Их интересует именно праздный интерес. Если у тебя есть любопытство, что-то. А давай-ка я попробую палец сунуть в розетку. А что получится? Ну, я так условно говорю. Ну, да. Или ты понимаешь весь этот процесс. Вот это они видят в сущности. Вот это они. Если интерес праздный, происходит подключка. Но у нас вот наша Ольга, наша администратор, недавно решила изучить тему искусственного интеллекта. Как делать эти фотографии. Мы вытащили робота-гуманоида из нее. Который через это видео на Ютубе вошел в нее. Это и есть уже первый искусственный интеллект на Земле. И потом он начинает перепрограммировать человека. Он, Вера, с ним общалась. Выглядит как нормальный робот. Вы знаете, у нас буквально вчера был сеанс. И в сущности сказали, что ящеры-гуманоиды. Что нам хватает согласия. Когда Влад спрашивает, у вас есть договор? Он говорит, нам не надо договор. Нам хватает желания человека. Он хочет, он идет, он просит. Мы здесь. Если нижнему миру может действительно нужен какой-то контракт, который они тащат через, может быть, многие даже годы иногда. Как у нас вчера был такой тоже интересный сеанс перевоплощения. Плюс он еще и внизу у них побывал. Между воплощениями. Вот. То есть здесь договор. Космическим хватает просто согласия. Согласился, поинтересовался и все. Ты в капкань получил. Не только. Они еще отлично заключают договоры. И заключают договоры на откачке энергии, на душу и так далее. Я всегда спрашиваю, как ты представил перед человеком. Понятно, что это во сне было. Понятно, что это было в состоянии какого-то транса. Человек спал. Седой старец. С деревянной палкой. 99%. Нет, мы говорим именно про эти каналы. Когда люди смотрят каналы, заинтересованы и желают этого. Вот как это сделал Андрей, например. Да. Но в этом случае они еще могут. Это ящер и гуманоиды. Им хватает согласия. Предложить стать их учителями. Ты хочешь, чтобы я стал твоим учителем. И ты во сне говоришь, да. Видя перед собой этого старца. Это и есть согласие. Это и есть контракт. Все. Тем более люди, не знающие, кого они просят. Или не отправляющие конкретный запрос. Каждый, кто получает этот запрос в состоянии, на него отреагирует. А кто нас окружает в матрице, кроме сущностей? Никто. И вот они перехватывают это еще на уровне матрицы. Только чистые просьбы определенным, скажем, там, высшим силам. Причем их надо по именам называть. Которые люди отправляют, это уже прямой туда. Или молитву, или заказ, или просьбу. Или что угодно. И она доходит по адресу. Но она должна пройти, выйти сначала из матрицы. То есть здесь конкретизация запроса. Очень важная вещь. Вы понимаете, не то слово, не ту дверь открыли. Аффирмации сейчас очень популярны в интернете. И вот они сейчас посылают эти запросы. Все, кому не лень, по-моему, везде. Все желания загадывают. Да, да, да. По поводу денег. Да, да. Ну это же вы понимаете, кто эти аффирмации, в принципе, придумает. Придумают, какая цивилизация. Их придумают, и для чего она делается. Любая аффирмация – это набор звуков. Набор звуков – это код. Запрос. Это код. Ты повторяешь этот код, они тебя слышат. Все. Точно как с эслеровским, бурхатским настроем. Да, об этом я и говорю. Задержание может быть самым-самым лучшим. Любовь, свет, мир во всем мире. Но вибрация – это она открывает двери в их мир. Так происходит подключка. Точно так и с аффирмацией. Бездумно повторять какие-то вещи, не понимая их смысла и зачем это делать, не принесут никаких благ. Зато принесут большую головную боль. Здесь каждый решает за себя. Потому что мы все знаем эту эзотерическую информацию. Я не знаю никому, кому она помогла. Может, вы кого-то знаете, кто там стал на уровне выше, развитием повторяя. В Германии тоже есть такие учения, псевдоучения. Они берут первые две буквы каждого предложения. И вот это вот идет какая-то абракадабра. И они считают, что вот сейчас вот это я сделал ритуал на деньги. Сделал, хорошо, получишь там свои 20 рублей. И подключку ящера. Особенно они любят тех, кто корыстный. Те, кто спрашивает. Да, очень любят сущности корыстных. Они умеют различать, когда идет желание от души, от сердца. И когда желание идет чисто материального плана. Такого уровня, где... Вплоть до... Ну, скажем так, хочу стать... Получить какую-то новую должность. Соответственно, человек, находящийся на этой должности, должен слететь с этой должности. Чтобы его убрали, а тебя поставили. Это есть корость. Все здесь. Все понятно. Ты получишь эту должность. Однозначно. Вместе с этой должностью получишь, кроме ящера, гуманоида, еще и джина. Потому что и те, и те зашли на свои энергии. Одни на корость, вторые на материальные желания. У тебя будут эти деньги, но они будут сквозь пальцы проходить. И ни одного радостного дня после этого не будет. Поэтому здесь надо всегда думать, что мы у кого просим и зачем мы это делаем. И пойдет оно нам на пользу или нет. Или лучше, с согласием со своей душой. Опять же, на этом Ютьюбе. Просто просматривая каналы. Я, например, чувствую даже рукой, какие каналы идут черная энергия. А какие каналы, я даже видео не открываю. А какие дают полезную информацию. Их, безусловно, мало. Но есть такие каналы. Их можно чувствовать по энергетике, которую они несут. Вы это тоже в состоянии делать, но вы еще не пробовали. Попробуйте. Нет, я, кстати, вот чувствую. Я даже, бывает, видео открываю. 10 секунд не хватает, все, я уже слышу. Можно и без открывания. Потом сам себя проверю. Я просто говорю, это интуиция, и она работает. Хорошо. Но это мы немножко отвлеклись от темы, как всегда. Потому что и у нас тут куча новостей. Это наша тема, Влад. Это наша тема работы, которую мы в наших группах обсуждаем. Как и апдейты, которые регулярно, один или два раза в месяц вы получаете. Мы получаем и передаем вам. Все изменяется. Все становится сильнее, пока вы побеждаете. Потом они нашли какую-то новую лазейку. Вы должны найти на эту лазейку, закрыть ее. Так все, мы растем, и они растут. Они считают это абсолютно нормально в сущности. Мы считаем, что это ненормально. Но в конце концов, мы придем к тому мнению, что мы должны оставаться все в каком-то балансе. Они на своем уровне, мы на своем уровне. И никто этот уровень не должен переходить. То есть мы должны себя уметь защищать. Если мы себя не защищаем, соответственно, а не нас считают чисто кормом, те, кто дают им энергию, которую они перерабатывают в энергию для себя. То есть не хотите быть донором энергии, сущностям, начинайте осознавать, понимать себя, кто вы, какое учение вам следующее необходимо для развития. Потому что процесс развития не останавливается. Да, кстати, процесс развития не останавливается, Влад. Я знаю, что здесь все, кто здесь присутствует, и кого здесь нет сегодня с нами на встрече, все занимаются саморазвитием, все стараются развиваться. Но ты всегда что-нибудь интересное расскажешь. Я имею в виду, какой-то метод, который позволяет видеть дальше, глубже и с собой работать, да, со своими способностями. Мы делимся с вами всеми знаниями, которые мы имеем. Мы их получаем регулярно в наших сеансах. Вы это все слышите, те сеансы. Именно те сеансы, которые мы выставляем, мы же не все сеансы, мы половины не выставляем на YouTube. Потому что, во-первых, не все интересны. Во-вторых, человек должен что-то подчерпнуть из этого, какую-то информацию. Есть такие рутинные сеансы. Есть сеансы, где как раз мы применяем новые техники, которые во время сеанса я получаю, например, интуитивно. Или Вера получает. Вера очень многие вещи озвучивает, что мне нужно сделать. Я это делаю, потому что она по своим каналам получает. Я по своим каналам получаю. И именно как раз вот эту эссенцию, этой информации мы передаем вам. Мы ее проверили. Оно работает. Мы победили. И враг бежит, бежит, бежит. Вот так приблизительно. Все. Вы должны соответствовать на новые защиты, новые защитные поля. Все, что это дается. Все эти техники, которые нам военные передают. Или межгалактическая полиция. Где вы такое увидите еще? Я, например, ни у кого не видел, кто работает. На этих уровнях. И в состоянии общаться на равных с генералами ящеров. Да, нападения будут. Потому что вы должны понимать, что до этого времени еще никто не выходил в астралы, не бил их на их территорию. А вот вы можете это делать. Они просто знали, что у вас есть сила, но вам она неизвестна. А сейчас вам ваша сила известна. Она просто у нас у всех не до конца раскрыта. Когда все это расстроится. Вы понимаете, что вы своим одним предложением, вы можете просто что угодно сделать. И вложенным намерением в это. Вы можете сущность одним словом уничтожить. Но это не является смыслом нашим. Но и они об этом знают. Идлятся из-за этого. Вот это и получается. Эти нападения, соответственно, они пытаются вам доказать, что они сильнее. Парьируют только тем, что они первые тут. У них нет души. У них нет того, что у вас есть. У них нет души. Они ее не понимают. Они хотят держать человечество рабами. И такие каналы, о которых мы сегодня говорили, они как раз открывают двери. И народ добровольно, как бараны, идут в этот наубой и выходят с подключками. У вас другой путь. И мы очень рады. Какие у вас будут... Давайте долго не будем затягивать сегодня. Потому что у Лоры там уже действительно время. Час ночи. Не обращайте внимания на меня. Какие у вас есть пожелания для Пятого потока? Что вы рекомендуете из вашего опыта? Что бы вы хотели... Каким опытом поделиться с ними? Ну, если не против, я скажу тогда. Ну, давай, Стас. Как изначально, если вы решили пойти... Это я сразу посыл новым ученикам. Я знаю, они есть, будут, будет отбор. Поверьте, души сейчас просыпаются. Энергии пошли гораздо другие, более сильные. Теперь более светлый, более настоящий. И этот мир меняется весь. И он изменится. Единственное вам как бы предупреждение, даже не предупреждение, а совет. Идите осознанно. Потому что, ступив на этот путь, обратной дороги уже не будет. Он прекрасен. Но он чуть-чуть и труден. В каком смысле это как? Как вы воспримите? Можно спасать и сказать, нет, это не мое. Лучше делать это сразу, до школы. Но ступив на эту дорогу, лучше идите до конца. Многое в жизни поменяется. Многое будет сложностей. Поначалу будет вообще непонятно, как что. Но в итоге вы уже будете понимать, для чего и ради чего вы здесь. И когда вы вот в этой вот компании, которая даже здесь, она не вся, выпускники, но вам просто будет приятно от того момента, где вы, с кем вы, как вы. А еще когда узнаете, когда работать начнете, с кем вы общаетесь и кто с вами в помощи находится. Вы вообще, ваш мир поменяется, и вы поймете, что оно того стоит, чем жить обычным человеком в матрице. Дом, работа, зарплата, что там еще пойти. Купить, продать, отдохнуть, съездить. Помимо этого, есть гораздо прекраснее вещи, которые мы не чувствуем. Нас отучили это чувствовать. Душа, когда спускается на землю, она чистая. Но нас заставляет в матричном понятии думай, работай, учись, следуй правилам. А мы свободные души, мы свободные сути. Она в нас это забивает, и здесь это раскрывается. И когда ты поймешь, что у тебя есть сила, а только сильный сюда приходит, вот на этот канал, и ты можешь помогать людям, это неописуемость, знаете, как сказать, ну, поначалу, возможно, эйфория, но потом это приятно, помощь. А это просто вот от того, что ты помог, даже вот, ну, не знаю, собачка бежит, лежит, а ты ей просто энергию любви послал, и она это почувствовала. Это настолько приятно. А когда вы людей спасаете от сущностей, освобождаете, когда вы души освобождаете, когда просто даже неупокойные души приходят в ваше биополе, вы их отпускаете. Уже неописуемое чувство, вот, ну, они благодарят, а я их тоже благодарю за то, что они вот как вот, ну, и не за это вот такое вот. И эта чистота, которая чистота и честность, она вот должна быть, которая забыта на земле, к сожалению. И такие, как мы, мы ее только возрождаем. Как природа вокруг нас, наше все это бесплатно, все энергоресурсы. Люди, ну, опустились так, что вот деньги, деньги, да не деньги главное, уважение, честность, отношение, любовь. Вот, а любовь это вообще самое сильное чувство во вселенной, особенно безусловно. Поэтому вернусь еще чуть-чуть к началу своего повествования. Если ступите на этот путь, то осознанно. Я вам всем желаю удачи от души. Поверьте, я не пожалел, что это сделал. Я думаю, как все из нас здесь собравшихся. Ну, все, расходимся, расходимся. Все. Я всех все сказал. Стас, мы тебя поддерживаем. Ты все правильно сказал, на самом деле. Лучше не скажешь. Замечательный оратор, ты посмотри. Можешь говорить больше, чем два предложения. Бывает. Не, ну, все по делу, все правильно, все красиво, все хорошо. Так и есть. Так и есть. Во всяком случае, это было от сердца. Кто еще хочет пожелать? Я хочу. Давай. Мое обращение к осознанным душам, которым есть отклик в душе. Я хочу вам сказать одно. Не раздумывайте. Если есть отклик, то пишите Владу и Вере. Отправляйте видеоотзыв. Идите. Эта дорога очень интересная. И когда, вступив на этот путь, вы поймете, что все, что было до, это, ну, как будто это был сом просто. И вы, ну, как проснулись, и все осознанно понимаете, и видите все в ярких красках. Да, это будет нелегкая дорога, но вы поймете, что даже те трудности, с которыми вы столкнетесь, вы, ну, это незначительная часть того, что, той прелести, что вас в будущем ожидает. В общем, дерзайте, и всего вам хорошего в будущем потоке. Благодарим, Виктория. Благодарим за теплые слова. Еще кто-нибудь есть? Ну, я могу дополнить, добавить вот слова до Лоры и Любы, как они говорили. Я хочу сказать, что я очень много где учился, то есть очень много где тренингов различных проходил. И до этой школы тоже был в одной школе гипноза, но там проработка подсознания была. Именно блоки снимать, как убирать. Но суть в той школе была, что там тоже сущности якобы убирали. Но они там не вообще не отличали, где там программа в подсознании, а где сущности. Они вообще с сущностями не работали. Ну, и там очень много, я так помню, женщина хвасталась, что она там 17 демонов достала из себя. Ну, короче, там одна 11 демонов доставала там. И они все верят, что они достают сущности. Они все, они так уверены. Но вот Вера, она... Ой, Вера, Виктория. Вот мы с ней работали. Именно как, если ты принимаешь как программу, то есть она потрясающая. То есть в эту школу, когда я пришел, то есть у меня все стало на свои места. То есть программы, они хорошо, да, убираются там, хорошо прорабатывают. Но они там понятия путают с сущностями. Они там и инопланетян тоже достают, и всяких греев там тоже. Ну, там, наверное, греи действительно ухохатываются. Они получают определенное удовольствие от того, что они смогли в голограмме такое заблуждение людям дать. Точно так же, вернее, считающим, что они кого-то лечат. Или, например, те, которые утверждают, что к ним на сеанс на рабочее место приходит Иисус. Или Матерь Божья и рассказывают, или святые, запомните все сразу. Никто никогда не приходит в комнату диагностики, когда работают гипнолог и слипер. Если вы хотите общаться с этими высшими душами, вы должны получить разрешение от них и самим подняться на их уровень. Все. В комнату диагностики приходит только куратор или учитель. Это вы все знаете. Это я говорю, в принципе, для тех, кто сейчас будет смотреть на это видео и должны понять. Вы можете сразу определить. Или с приглашением. Или когда вытаскивают из человека, там, 50-20 штук. Или вытаскивают из них, там, 14 демонов. Или 28, там, вообще, космических. За двоих хватает. Космические не появляются. Ну, другой захочет 17, потому что 17 больше, чем 14. Я просто об этом говорю. Такого никогда не бывает. Сэкономьте себе этот неприятный опыт, потому что именно через такие сеансы, о которых я говорю, можно получить очень серьезную подключку. Поэтому душа здесь сама должна у человека решать, верить этой информации, не верить. Может быть, действительно человеку нужен опыт и получить эту подключку через этот канал, для того, чтобы со временем понять, что он сделал ошибку и в чем эта ошибка была. Кстати, вот тоже, Влад, дополню, что вот в этих школах, где вот даже я проходил, там тоже люди учились друг друга погружать и поднимают. Они поднимаешься туда, в лифте, и там тоже считают до 9, до 10, правда, там недолго. И тоже, и всех поднимают без каких-либо защит вообще. Я даже удивляюсь, как я там проходил вот этот вот все сеансы и как-то без подключек я там остался. Ну, то есть каких-то там демоняк или еще, ну, подключений не было. Только одно... Свезло. Свезло. Один гуманоид только вот напал наемник, если там кто помнит, когда у меня там с собой была проблема. Если они приходят уже на закачку энергиями, когда человек, скажем, не зная откуда он, скажем, созвездил лиры, и попадает на сеанс, где вот сегодня мы все заправляемся энергиями плеяд. Это все равно, что залить себе другую группу крови, чем у вас есть. Энергия плеяд для созвездия лира – это будет просто сумасшедшая тяжесть в человеке. Здесь заполняется каждый своими родными энергиями. Нужно знать, откуда ты, чтобы знать, какую энергию получать. Если вы заполняетесь энергиями непонятными, будьте уверены на 100%, вам это пойдет не на пользу. Вы знаете, какие каналы использовать, какими энергиями заправляться, и самое главное, где ими заправляться, как их отличать, как выставлять защитные каналы для того, чтобы получать чистые энергии. Это все должно у вас всегда быть в голове, и только так это работает. Это знание, это определенный багаж знаний, который у вас есть для того, чтобы вы избежали этой ловушки. Так вот, я хочу дополнить, что когда вот в эту школу я пришел, сейчас столько много информации поступает, и даже времени все переварить не хватает. Даже все как-то сейчас, ну, просто можно сейчас время еще делать у нас как подготовки. Мы просто действительно хотим уже выйти. Я точно хочу выйти уже со своей работы, которая у меня сейчас есть, и уже тут работать. И сейчас мало ограничено времени. И действительно, знание столько приходит, столько поступает на любые, и дают дозированно, по чуть-чуть, но это такая колоссальная информация, что ты даже переварить все полностью не успеваешь и как-то там состыковать. То есть это даже надо время, чтобы все уложилось в голове, как-то принялось, или как-то модернизировалось, и дальше шла, 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 шла. То есть у вас это, вот после вашей школы, это действительно столько багаж знаний получаешь сейчас, и продолжаешь получать. Сейчас только все начинается после выключения. Да, у вас начинается свой практический опыт, и этот опыт у каждого будет свой, уникальный. И, в принципе, после этой школы уже и другая школа никакая не нужна. Она все, она уже... Позвольте добавить, Андрей, позвольте мне маленько добавить, пока я не забыл. Касаясь безопасности, как Лора до этого сказала, что все по окончании школы, неважно, какими путями мы сюда пришли, ну, как правило, я думаю, кураторы достучались, мне тут, я не знаю, бревном стучали, тонкой копией меня, чтобы я только пришел в эту школу, за что я благодарен всем. Я очень рад, что в этой школе. Сам факт, что по окончании школы саморазвитие не должно останавливаться ни у кого, а так и будет, потому что не захотите по-другому. Это мое послание к ученикам пятого потока. Вот. И в дополнение, что, в принципе, я к чему сейчас это и говорил, касаясь безопасности, уже по прошествии там, ну, мы разные выпускники разных потоков, но, скажем так, да, мы каждый уже перелопатили кучу информации, кучу там учений, самоучений, естественно, мы никто не останавливаемся. Сам факт безопасности этой технологии, Влад и Вера, это парная работа. Дальше идет комната диагностики, которая была озвучена здесь уже сегодня, поэтому я могу ее сказать. Там столько безопасности, и именно идет сам факт, это безопасность проверена на многих. И вот рассказано, что вот в сеансах под ключики, да я сам себе прекрасно втирал в затылок, ой, да мне вроде зашло, втирай, потом нет, энергии не те идут, останавливай, а потом Греев достаю. Ну, ты же сам втирал, ты что, ты же сам... Я говорю, а что вы зашли-то? Так ты сам сидишь, втираешь, все, ну, до свидания. То есть, безопасность парной работы в данном, вот, это данный стиль работы, данный способ работы, который Влад Свер открыл, это, ну, действительно уникально. Я не могу, честно говоря, дифирамбу пить, я вот могу правду говорить. Вот из всего, что я после этого смотрел, с чем сталкивался, вот, ну, я не вижу. Парная работа, вы всегда, это как спина к спине, когда действительно совсем плохо встается, ну, становится вот на улице, грубо говоря, спина к спине уже до последнего. Здесь такого не происходит, но сам факт, что вы вдвоем, и вы по-настоящему видите друг друга, можете всегда помочь. Ну, и за вами стоят определенные структуры, которые вам помогают, да, межгалактическая полиция, военные и так далее, они работают с вами, они имеют прямой допуск к вам, соответственно, в любой момент могут, по-первых же вашей просьбе, прийти и помочь в определенных ситуациях. И Константин всегда смотрит, Константин всегда с каждым из нас, да. Со временем некоторых пар уже появляются свои новые кураторы, когда они за ними сходят и получают этих кураторов, куратор переводит уже пару на следующий качественный уровень, давая определенные знания, дополнительные знания, или просто присутствует на сеансах, если вы его пригласите, то есть это все у вас есть, вы никогда не одни там. И вы благодаря школе Арго вы понимаете, кому вы можете делать запрос и кто вам будет отвечать. То есть все высшие светлые силы всегда получают ваш запрос. Вы должны просто знать, кого что спрашивать. И они получат ответ соответственно. Хорошо, благодарю. Во благо. Еще остались какие-то пожелания, какие-то слова? Пятому потоку. Добро пожаловать, можно сказать. Добро пожаловать. И сразу говорю, не бойтесь учителя Влада. А Веру боитесь. Нет, а Вера что? Вера. Влад учит, ну как сказать, они берут за себя ответственность, за каждого из нас до сих пор несут. Поэтому воспринимайте так, если вы дали добро, что вы идете учениками, так и будьте ими. Принимайте ту информацию, на которую вы согласились. Да, здесь надо справедливости ради заметить, что не все ученики заканчивают нашу школу. У нас есть определенный уровень. У нас 7 модулей. Кто 6 модуль не проходит, у нас после каждого модуля контрольные, тем мы не даем наш сертификат и не переводим на 7 модуль, потому что там уже идут практически знания именно по чистке людей, по чистке клиентов. И эти знания не каждый должен получать, потому что может навредить людям и себе. То есть этот месяц обучения, который у нас есть, это будет очень интенсивный процесс. Но все, кто перед вами сидят, это даже меньше половины наших выпускников, у нас 27 человек. Вот все эти знания имеют, все работают, все пользуются ими, как в повседневной жизни, так и в своей работе. Это просто новая жизнь, новый отрезок жизни, но уже осознанный отрезок жизни, где вы можете не просто быть, непонятно, как огурец в банке, но и понимать весь процесс, где вы находите не только это, но еще и влиять на этот процесс вы можете. И еще, позволите, добавлю, касаясь вот обучения тогда. Дело в том, что все заняты, у всех работа, у всех дети, семья, да куча, обычная рутина. Процесс обучения, он действительно такой, стремительный, насыщенный, но что самое интересное, у всех находилось и время, и силы, и на учебу, и на сеансы, и все горели таким, вот в момент обучения, да учиться, сделать. Материальные средства. Да и это, ну, как-то я не знаю, нет, я в плане, что все... Не, я имею в виду, когда нужно оплатить, они всегда... Да, кстати, вот правильно я же сказал, и материальные средства, если у кого не хватает. Высшие силы сразу вам помогают, и вот я по себе знаю, да у меня сложилось. Если вы должны попасть, тогда она дает. И время будет, и, не знаю, и силы будут, и намерения, и желания. Вы, ну, там, ночами, естественно, не будете сеансов, вам будет хвататься 4 часа, 5 часов поспать. Вот поверьте, все так складывается, что вот если вы там должны быть, вы там будете. И не переживайте, что у вас времени нет. Если нет желания, намерение, естественно, вы там и не будете. Некоторое время можно и не спать. Ну, вообще было там, ну, ну, я видел обращение. Если перекачаться вечером энергии, то можно и не поспать. Я в видеоотзыве говорил, что лучше даже отпуск взять на время обучения, вот когда оно идет. Вот это будет лучше всего. Мне вообще, как мне, мне помогли, руку сломали, да, скажем так, Медвежий клуб. Но это как? Но они мне сыграли на руку. Я сидел дома, я занимался текстом. На лопу. На лопу. Ну да. На лопу. И они еще бы даже как-то помогли как-то, ну, то есть все нормально. Вот сегодня, кстати, был у доктора, доктор сказал, идеально все, кольца рослась, все хорошо. Говорит, спицу потом после реабилитации там сходишь на реабилитацию, вытащим. Ну, все хорошо. Они тебе подтвердили, что ты на верном пути, что они тебя не сломают. Да, 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 да. Ну и все хорошо. Хочу еще добавить, что когда шла в школу, думала, ну что там, два раза в неделю, всего месяц, думаю, ну, вот хоть каждый день бы училась бы. А когда пришла и в этот темп вступила, я поняла, думаю, ну, это действительно очень такой серьезный темп, каждый день у тебя занятия, ну, действительно, высшие силы тебе как-то посылают и время, и силы. И так вот думаешь, появлялась же, и время, и на все, и на семью, и на детей, ну, вообще на все, и на обучение. Когда есть желание, появлялась и время, Так что, да, не думайте, если вы вступили на этот путь, то все ситуации будут благоприятным для вас образом складываться. Вы даже будете сами, ну, как бы, в таком немножко недоумении, как вот так вот сложилось. А вот так вот, сила намерения и ваше желание, оно делает чудеса. Высшие силы даже курс евро и доллара роняет. Так что было удобно померять. Так было. Ну, пусть лучше доллар роняет, чем нас. Хорошо, благодарю вас, друзья. И, извините, еще одно дополнение. Я сказал это четвертому потоку до этого, и сейчас хочу сказать пятому потоку. Самое прекрасное, оно и грустное, и жалостное, и радостное, что дошли, это будет выпускной, когда у вас. Вы прочувствуете все тот, я не знаю, как сказать, гамму, гамму, эмоции, правильно, вот что это. Оно и грусть, и жалость, но это только начало пути. Это как выпускной после школы. И вы знаете, ну, как на нашей обычной земной, там 11 класс вот эти вот. А здесь вот, за этот месяц чем-то с хвостиком, вы столько наберетесь, и вам и грусть будет, и радость, что все-таки я дошел, и вот это вот, свой стержень вы почувствуете, я дошел, я справился, значит, я сделал, значит, я достоин. Отсюда все и много пойдет. То есть, прочувствуйте этот момент, когда вы будете на выпускном, это самое прекрасное чувство. А все, что до этого, это учеба. Сначала до него нужно найти. Найду. Нужно попасть. Учеба, когда учеба даже. Даже когда учеба идет, интересно все происходит, все новые погружения, каждый раз все новые какие-то открытия, это тоже очень интересно, не только там выпускное, оно в течение месяца какое-то. Это я подвел уже как знаменатель, самое-самое, там будет много-много всего. Но это самое приятное чувство. Пора Стаса куратором брать, потому что он уже здесь. Помощник шерифа, да? Молодец, молодец. Я говорю свои чувства, которые я испытал. По делу. По делу. Стас, все по делу. Я помню, как ты сказал, что вот я бы еще бы поучился. Я с удовольствием. Тем более у Стаса были тоже свои трудности при обучении, как и у вас у всех. Да, и вы отлично с этим все справились. Это слова, они действительно наполнены опытом. Сейчас один из последних попал на свой поток. Я помню всех, кто когда попал. Один из последних, да. А еще надо соблюдать баланс. Не обесценивать себя, но и не зазнаваться. Это очень важно. А это, кстати, в гармонии. А это придет в процессе обучения. Вы сначала и погоны оденете, и короны оденете, возможно. Мы снимем быстро. Вот, Влад Свера это хорошо умеет сбивать. Ну, сразу... А, еще маленькое дополнение. Относитесь хорошо к критике. Вы ученики. Адекватно. Да, адекватно. Это не критика, это обучение. Если мы не будем говорить, где неправильно, как вы научитесь. Тогда грош цена ученикам будет, соответственно, учителям. Ну, во-первых, мы обращаем внимание на то, что, когда смотрим ваши сеансы, на то, что вы говорите, кому говорите, как говорите, о чем говорите. Вот, есть, например, школы, в которых любым, любой информации, которую ученики дают, кураторы по своему незнанию, они им говорят, молодцы, отлично. Хорошая работа. Хорошая работа. Классно сделали. Грея в этих лампах. А там и Матерь Божья стоит, и Иисус, и репты с греями святыми представляются. Вот такие факты тоже есть. Поэтому мы говорим, и тоже из нашего опыта, как, что мы видели, вы на этих знаниях учились. Если у вас все получилось, получится и у пятого потока. Главное, иметь критическое мышление, никогда не доверять вслепую тому, чему не знаешь. Всегда держать, так сказать, ухо востро и развивать свою интуицию. Интуиция всегда подскажет, с какой информацией вы имеете дело. Или это ложная информация, или это гладко стелят, скажем так, или он начинает вас хвалить. Вы сами прекрасно знаете, ни один куратор, ни один учитель никогда не будет вас хвалить. Никогда. Только начинается похвала, я вам гарантирую, это подключка. Свету не нужна похвала. Тьме нужна похвала. И чем больше тебя вводят похвалу, и как же ты классно, молодцы, вот вам мщит или меч. За артефакты я уже говорить не буду, вы уже в курсе сами, что это такое, и кто их дает, и как их получать, и какую вы цену за это заплатите. Ну, это оставим для пятого потока большим секретом, пусть они сами проходят свой опыт, обучаются. Я думаю, на этом можно заканчивать, если мы закончили, если все высказались. Вера хочет сказать заключительные слова. Может быть, если возможно, пожелаем всем удачи. Извиняйте, я хочу их правду, чтобы наша школа процветала. Всем удачи, чтобы вперед, и не бойтесь. Все мы разные, но все мы здесь собираемся, те, кто должен быть здесь. Кто сможет, кто захочет, тот придет. Стас, ты полтинничек накатил, наверное. У меня настроение все нехорошее. Я думаю, только хотел сказать, энергией, только энергией. Ощущение, что мы за одним большим столом новогодний. Под рыбную закусочку. Я сейчас так тратал. Я даю тут такую практику сделать, что аж прям, ох. О, а вот чувствуется что-то. Ну, вот что-то. Два-два по пятьдесят. Кто-то прогрессил. Два-два по пятьдесят. Пускай так будет, да. Хорошо. Вера, хочешь что-то сказать? Да. Ну, я, во-первых, благодарю всех за то, что вы пришли, за то, что вы честно и про трудности сказали, и про радость вот это обучение, да. Я хочу сказать то, что люди, которые придут на пятый поток, они пройдут и трудности, и радости, и самое главное, они найдут, как сказать, своих коллег и людей, которые понимают, о чем они говорят, понимают, что они видят, понимают, то есть люди, которые в теме, и с которыми можно это обсудить и понять, и быть, как бы сказать, не сумасшедшим, да, как все меня вокруг считают, там видишь, здесь слышишь, ну как, оказывается, то есть вы не одни, да, правильно, правильное слово, вы не одни, здесь у нас много таких видящих, слышащих, и если есть действительно желание, если есть намерение быть среди нас, добро пожаловать, всех учеников, коллег, вы видите уже, как сказал Влад, все веб-сайты будут предоставлены, вы можете посмотреть, оценить, и добро пожаловать, да, я размещу все ссылки на все каналы, которые у нас сейчас есть уже учеников, они перешлют, я их поставлю, под этим видео будет желание, подписывайтесь на эти каналы, друзья, всех с наступающим Новым Годом, желаем вам всего наилучшего успеха, здоровья, новых знаний, я думаю, этот год будет замечательный для всех, для вас и нас, и желаю вашим семьям, родным и близким всего наилучшего, до скорых встреч, и еще, ребята, только взаимно, все блокнотные, взаимно, я еще хотела спросить, ребята, кто может меня проверить, ну, я уже неделю болею, что-то, в чате проверишься, напишешь, ну, ладно, спрошу, спрошу, опять спишемся, если разрешить, я все-таки поздравлю всех с наступающим, давай, Стас, очень приятно, не разрешим, вообще-то хотелось бы, допустим, раз в месяц, раз в два месяца встречаться, вообще прекрасная мотивировка для поддержания, идет энергия, как вот в школе, когда вот, ох, закачка, не знаю, приятная. Так вы проявляйте инициативу, это же не всегда от нас должно исходить. Ну, когда у нас идет обучение, соответственно, мы не можем... Ну, у вас и времени. Да, это два месяца по-любому, и вот два месяца прошло, мы делали точно такую встречу перед четвертым потоком. Я тогда на пароходе был. Вот, тем более. А следующую сделать, и я опять, получается, на пароходе буду, мне скоро ехать опять туда, в зиму. Вот, после парохода и пиши. Опять, я понял. И парохода, и парохода. А там складывается, и тогда, когда получилось, даже пароход с Тарпом сам пришвартовал с Лоцманом. Я уже, знаешь, ну, у нас, я, правда, убегал пару раз туда, но смотрю, все нормально. Я уже все же, ну, да дело, насколько можно было. Все равно, в дополнение к тому, что сказано, небеса складывает, ну, сводит. Есть желание пообщаться? Ты пообщаешься. И пароход сам практически привяжется. То есть, это даже вот настолько, ну, все складывается, было бы желание. Из ее намерений все помогут. На этой замечательной ноте мы и закончим сегодня нашу встречу. Всех заступающих. Благодарю всех, кто пришел. Заступающимся. Всех вам. Заступающим. Рада была познакомиться. Встретимся в чате. Ты эгоинна. Увидели с четвертым потоком, да. Благодарю. Темное лучшего. Ждем видео. Пока. Пока всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова